Я сомневаюсь, что те люди, которые покупают такие машины, будут сами сидеть в гараже, там запчастильки на них мини. Удобная ступенька для... Ой, подожди! Она здесь тоже есть. Она меня преследует. Здесь сидеть не менее удобно, нежели чем в Линкольне. Всем здравствуйте! Меня зовут Евгений. Сегодня мы с вами поговорим про РМ1500 с двигателем 5.7 гибрид. Полный привод. В комплектации Limited. Здесь V8, двигатель Hemi. Здесь у нас система гибрид. Он не такой, как на Prius или на чем-то еще. Он чисто дает дополнительную мощность на старте, в процессе езды. По опциям, которые есть на этой машине. Во-первых, это черный пакет. Black Knight как-то так этот пакет называется. У нас получается черная решетка, притонированные фары, зеркала черные. Соответственно, тут вообще ни грамма хрома нет. Здесь есть пневмо. Это плюс. И, кстати, сейчас машина у нас в максимально высокой точке находится. И, конечно, к нам сегодня приедет Джонни рулетка и поверит, какая же высота у нас будет в максимально верхнем положении. Здесь есть подножки. Также здесь есть управление трейлером тормозного усилия, прицепом. Ну, давайте откроем капот, посмотрим, чего у нас находится под капотом. Как же он открывается? А, вот так вот. 5,7 V8 с электромотором. Здесь у нас все находится в легкодоступных местах. Аккумулятор у нас в теплом чехле, что не может не радовать. Машина так или иначе, она новая. И я сомневаюсь, что те люди, которые покупают такие машины, будут сами сидеть в гараже, там, какие-то, я не знаю, запчастельки на них менять. Здесь у нас, конечно, да, все в пластике. Есть резиночки, шумоизоляция. Это все присутствует. Давайте посмотрим, как у нас сбоку эта машина выглядит. Как я уже говорил, у нас зеркала, они черный глянец выкрашены. Ну, черные ручки, понятно. Диски очень кайфовые. Резина здесь 285-45-22. У дисков очень крутой рисунок. Они тоже черные. Ну, прям вообще кайфово. Здесь у нас пластик. Резина стоит Pirelli. Corpion Verde. Подножки у нас сейчас убраны. И давайте померим, какова же высота. Кстати, подножки, я уже говорил, то, что это опция. То есть, может быть с ними, может быть и без них. И, соответственно, у нас высота до подножки в максимальном состоянии 35 см. Подножка, она достаточно неплохой просвет, скрадывает. Пойдемте посмотрим, что у нас спереди. У нас есть брызговик и до брызговика 28 см. В принципе, неплохо. На Taha, Denelie и на всех остальных у них брызговичок прям очень низко висит. Пойдемте сзади посмотрим. Так, у нас есть, собственно, мост. Но до туда я не долезу, хотя очень сильно хотелось бы до запаски. 49 см. 49 см. Это очень круто. Здесь есть рамбоксы. Такие вот два бокса, кейса, ящика, место хранения. Ну и они достаточно объемные. У него длина 130 см. Ширина 24 см. Эти боксы у нас есть как с правой стороны, так и с левой стороны. Непосредственно можно его открыть ключом. Ну, либо есть кнопочка. Также есть опция, где крышка разделена на две части. Ее можно открывать там либо в разные стороны, либо полностью вниз. Здесь она у нас цельная. Открывается она вот раз. Все. Она там не падает, ничего там с ней не происходит. Здесь у нас шершавый пластик. Прямо действительно классный. Тут два подстаканиха есть импровизированных. Ну и, соответственно, у нас есть открывание. Раз, два. И мы открыли борт. У нас кузов, он получается прямоугольный. У нас не будет проблем с тем, что есть арки выпирающие. Длина. Раз, два, три. Ну, 160, ну, плюс-минус. Он большой. И по ширине плюс-минус 120. 123, 122. Также здесь есть у нас один-второй фонарик. Все это включается, выключается. И также включается. И сразу у нас вот там еще один фонарь загорается. Это мы вот закрываем. Так. Ну и, конечно же, есть еще удобная ступенька для... Ой, подожди. Есть еще... Как мотоцикл-то заводили, да? Есть еще удобная ступенька к стали. И убирается она, по-моему, вот так. Что еще примечательного задней части? У нас есть место под фаркоп. У нас есть розетки. Шильдик рэм черный. Даже 4х4 лимитед. Соответственно, все надписи, все шильдики, они черные. Ну и... Пошли в салон. Конечно, у нас безключевой доступ, конечно же, есть. Сразу мы можем увидеть то, что контроль слепых зон. Здесь у нас кожа. Какая-то вот интересная такая вот прострочка. Как говорится, я художник, я так вижу. Полный стеклопакет. Автодоводчик у нас так передних двух стекол. Потом есть память сидений. Такая большая массивная ручка. Музыка здесь Harman Kardon. Короче, из-за кордона музыка нормальная. Поехали туда вовнутрь. У нас здесь отсутствует панорама. У нас черный потолок, черная кожа. Светленькая строчечка. Классно смотрится. Руль. Еще руль в такой штучке, чтобы его тут не запачкали. Но на нем есть такая вот, как, типа костяшечки. Также есть кнопочка пневмы вверх-вниз. Есть регулировка тормозного усилия на прицепе, на трейлере. Там как что. Есть адаптивный круиз-контроль. Есть вот они кнопочки. В некоторых тут просто стоят заглушки. Также у нас тут есть такая вот интересная шайба. Ей мы выбираем, ну, непосредственно режим движения, там, паркинг, реверс, нейтраль и драйв. Настройка педального узла, электрорегулировки. У нас есть подогрев зеркал, подогрев руля, подогрев сидений, вентиляция сидений, конечно же, присутствует. Также у нас есть дополнительный ассистент контроля выезда из полосы, помощь при парковке, кнопка аварийной сигнализации. Это тоже здесь опция, я так понимаю, потому что машина эти вряд ли ломается. А зеркало, оно же камера. Соответственно, сзади стоит еще камера. Это тоже можно вот этим вот рычажком настраивать. Потом у нас есть здесь блок управления. Мы можем там свет, открыть крышку кузова. Есть у нас очечничек. Очечничек мягенький внутри, это хорошо. У нас есть кнопка открытия-закрытия заднего. Окошечко, конечно же, мультируль, он полный. Здесь присутствует большое количество зарядок. Две USB, два Type-C, AUX. Здесь вот есть кармашек, тут кармашек. Также здесь у нас есть два подстаканника. Потом здесь у нас есть еще место для хранения. Здесь у нас под монетки местом бардачок. Он большой. И даже есть вот такая вот штучка. Раз, вот такая вот шторочка. Ну, прикольно, когда продумано, все в машине сделали. И получается, сюда можно что-то складывать. И это вот сюда, в основной бардачок, уже не будет падать. Валиться, катиться, не знаю. Бардачок у нас этот также. Он двухуровневый, если так это можно назвать. Здесь у нас бархоточка. Очень все удобненько. С собой ввозить можно барахла целую кучу, если честно. Потом у нас есть еще два бардачка. У нас есть и верхний бардачок. Он, кстати, внутри мягенький, классный. У нас есть второй бардачок. Он маленький, но как бы присутствует. Тут еще есть инструкция. Да, наверное, Hi-Lux мы снимали, да. И там было аж вот там 4 тома инструкции. Хотя мне кажется, что здесь и кнопок, и функции просто в разы больше, а инструкция меньше. Давайте заводить. Раз. Все красивенько. Загорелось дисплей. Аналоговые шкалы. Обожаю их. Да, не 6,2, конечно, да, TRX-оспит. Но все равно классно. У нас сразу сидение подъехало. Есть у нас основной дисплей. Есть вот раз маленький, два маленьких, три и четыре маленькие. Еще дисплея, которые показывают компас, температура за бортом. Что у нас? Давление масла или температура масла. Потом это у нас вольтаж аккумулятора. И, соответственно, здесь еще также есть датчик давления шип. И очень много всего. Адаптивный круиз-контроль, там всякие информации. Это все тоже можно настраивать. Здесь есть пневмо, отключение антибукса, тау-холл. Это, я так понимаю, помощь, наверное, при спуске с горы, что-то такое. Также есть две кнопки. Передние парктроники, задние парктроники. Их можно отключить. То, что касается непосредственно самого вот этого головного устройства. Здесь выведены кнопки быстрого доступа, старта. Раздельный климат для одного, для второго. То, что касается подножек. Вот я говорил уже подножек. Здесь надо, вот, нажимаете одну кнопку и прям раз. И подножки выехали. Потом раз, и подножки убрались. Колонок здесь вот так вот, если глазами побегать, 11, я насчитал. Но, я думаю, еще где-то буферочек, наверное, стоит. Можно его конкретно адаптировать под несколько владельцев. Здесь у нас есть миллиард настроек того, чтобы кастомизировать машину под себя. Сколько секунд будет гореть свет, когда вы выйдете из машины. Можно настроить даже то, будет ли машина издавать звук, когда вы закроете ее. Плюс, также, здесь есть камера кругового обзора. Можно выбирать, какая с передняя, задняя, сбоку, камера справа, слева. Пошли назад, посмотрим, что у нас сзади. По задней части. Здесь места, правда, много. Здесь есть тоже вот эти вот боксы. Он еще достается. Тут есть линейка на нем. Есть сидение. Сидение, оно настраивается. То есть, оно либо вот так открывается, либо вот так вот раздвигается. Собственно, это вот так вот поднимается. Здесь есть еще отсек. Можно возить ружья. Что у нас есть сзади? Я сижу, у меня тут места еще просто очень много. Я могу вперед уехать, вот так развалиться. Я коленками вообще не цепляюсь. Мой рост 180 с копеечкой. Подлокотник. Он большой, два подстаканника. Здесь вот еще тоже место есть. Мягенько. Он кожаный. Она здесь тоже есть. Она меня преследует. Что это? Что это? Для чего это? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Подголовник у нас настраивает. Вот так вот можно ехать. Прикинь, да? Это убрал и обзор водителя будет. А я тут придумываю, что сюда можно. Стол это или что? Для задних пассажиров у нас есть динамики. У нас есть ручки, чтобы держаться. Есть кармашки. Кармашки капец, конечно, скромные. Есть два подстаканника. Есть такая вот ниша. Есть подогрев сидений, причем он трехуровневый. Есть вентиляция сидений, тоже трехуровневая. Есть розетка. Также два USB и два Type-C. Как бы, конечно, это там не звучало жестко, здесь сидеть не менее удобно, нежели чем в Линкольне. Или там в Эскалейде. Не верите? Приходите посидите. Познакомились мы с рамом. С рамом 1500. Да, они есть разных комплектаций. Спорт, Лорумия, Лимитед. У них огромное количество всяких разных опций, дополнительного оборудования и всего-всего прочего. Слово, это такие прям, ну, сборные машины. Эта машина, любая другая машина, в разных комплектациях, компания Prime Import может вам привезти. Здесь внизу будут ссылочки. Можете заполнить форму, вам перезвонят, либо сами можете позвонить. Вам ребята все расскажут, все покажут, все максимально прозрачно. И вот сейчас вы здесь можете увидеть QR-код, навести свой телефон, смартфон желательно, и перейти по ссылочке на сайт. Ну, а меня зовут Евгений. Я думаю, то, что мы потянули на лайк, на колокольчик. Следите, следите за нами, друзья. И мы будем делать для вас хорошие, так или иначе, обзоры. Всего вам доброго, до свидания. Пока. Пока.